Друзья, всем привет! Здарова! Вы на канале Пиво Головного Мозга, Витя, Артем, и сегодня у нас на обзоре саботаж. Примечательная пивоварня своими красивыми картинками, дизайном. Вообще очень крутой брендинг в целом. Когда ты проходишь мимо полок в магазине, ты по-любому бросаешь взгляд на эти классные иллюстрации. Прям респектом за это. Да, и собственно привлекает она тем, что пивоварня из Перми не из крупных, скажем так, из Москвы или Петербурга, не из крупных городов, но при этом умеют в годное пивко. Да, неоднократно их пробовали, и в принципе всегда вопросов к ним не возникало. Единственное, T-Rex попадался у нас в пенопаке, и тогда мне не очень понравилось, но зато сейчас будет подспорим перепробовать данный образец, с учетом того, что срок, я смотрю, 24-е, 06-е, в сезонах может быть что-нибудь допилили, может быть что-то изменили по вкусу в рецептуре, не знаю. Все так. Подборочка в принципе интересная, но я лично пробовал только Pizza Time и T-Rex, все остальное я не пробовал, но из представленных. Ocean Planet тоже мне где-то попадался, я не помню когда я выбрал, при каких обстоятельствах, но у меня сегодня прям бомбит, мою жопу прям пылает. Время офигительных историй. Да, но меня бесит ценообразование. Ценообразование сейчас, я понимаю, что сейчас всем очень тяжело, все зажали пояса, все очень так прям, но камон бары, ритейлеры там, не знаю, кто угодно, вы сейчас выезжаете за счет таких локальных пивоварен, которые, на самом деле, входная цена достаточно небольшая, как мне кажется, но две бутылки, две банки из этого было куплено по цене 260 рублей, все остальное 300 плюс. Я так понимаю, сегодняшнее ценообразование тебя, собственно, это последний гвоздь в гробу того, что ты хочешь рассказать. Сайта подборка полторы тысячи, чтобы вы понимали, полторы тысячи, пять банок русского пива. В пятницу я заехал в очень мой любимый AF Top Room, только по одной причине, туда завезли интересный сорт пива, это коллаборация тройная, это Wild Lab, это штамм и это заговор, привезли три кеги, это, как они пишут, Pastry Mixed Fermentation Saurel, оно с тремя разными вкусами было. Ну, в общем, не суть важная, я приехал туда специально именно за этими позициями, там они наливаются в кран и тебе запаковывают прямо в баночку. Ситуация следующая, 0,2 бокал стоит 250 рублей, 0,4 бокал стоит 450 рублей, то есть пидорский 0,4 тебе обходится 450 рублей. Я осознанно пошел на этот риск, потому что я хотел попробовать, что за Mixed Fermentation, ну то есть это не простой штамм, элевый, ну, либо элевый, либо лагерный, а там и лакто, и типа должны быть бреты, и все это пасты, типа сладкая, еще и адские кисели такие, ну прям компоты. Я не обратил внимание, когда я оплатил, я выхожу, а, я провел карточку вот так не глядя уже, и за три баночки я отдал 2100 рублей, то есть 700 рублей за банку. Простая арифметика, 450 рублей за 0,4, у тебя там рубль 20 за миллилитр выходит, образно, да? За 0,5 ты должен отдать 560 рублей, с меня взяли 700. Но, типа... За баночку банк стоит 15 рублей, а не за вот, у них входная цена минимальная. Но это максимально. Типа, вы чё? Камон, я вот сегодня, ну, в пятницу тогда, я лишний раз себе доказал, что никогда в жизни я не буду пить айф-брю, и никогда в жизни я больше не приду к нему, вот, чтобы меня так наебали, вот, но реально, кроме мата здесь других слов не подбирается, и, ну, камон, три банки за 200? Да я могу взять три фонтейн за это, и за эти деньги, и это будет намного сложнее сорт, намного сложнее в производстве, намного интересней. Я не готов платить такие деньги за русские эксперименты, и чтобы потом в баре мне еще сказали, а вот, 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 200. Так, чего? 560 рублей, 700, ну, как бы, куда уходит, вот, грубо говоря, я с трех банков, переплатил еще одну банку. Не, ну, банально просто, да, у чуваков кризис, они поставили себе аппарат, который закатывают в банки, они купили банки, и такие, ну, нам нужно это окупить, и мы еще, как бы, будем сверху накидывать, и вот так вот неплохо накидывают. Это получается 560, и сколько? 720. 700 рублей за бутылку, за банку. Ну, типа, 180 рублей. С банки? 180 рублей с одной банки. За 100 миллилитров ты платишь? Учитывая, что банка стоит 15 рублей, и у них в закупе противник, конечно. В общем, да, побомбил, но, и опять же, не перестает бомбить, потому что полторы тысячи, я считаю, это должно быть намного доступнее, потому что, в конце концов, есть Sierra Nevada, есть Founders, которые Better Halt за 350 рублей, это 12-градусный стронгач, ну, блядь, он сложнее в производстве, опять же, и логистика, и растаможка, и все остальное, и таможенную брокеру отщипни. Аминь. Аминь. Ну, вот это, возвращаясь к этому чертовому Quartet X, это когда я покупал его по 215 рублей, и в соседнем заведении он стоит 350. А потом, а потом люди в Инстаграму жалуются, ой, а почему к нам не ходят? Приезжайте, пожалуйста, мы доставочку вам готовы сделать. Да нахер мне ваша доставка, если, ну, типа, в соседнем магазине, то злеваки могу купить это дешевле. В общем, вот такое небольшое лирическое отступление от меня было. Саботаж Пицца Тайм, это у нас газешечка. Газешечка типа томатная должна быть, но с базиликом, со всеми-всеми-всеми начинками, которые должны быть в пиццульке. В сольчик, короче. В пиццульке. 6 по алкоголю, начальная плотность 15 плата, 10 гореча. Состав, значит, ну, солод, вода, понятно, пюре томата с базиликом, орегано, солод, пшеничный, овес, шахмель, дрожжи, соль, перец, чили. А пиццебой кто делал? Саботаж? Тоже саботаж. Пицца Тайм и Пиццебой? А, нет, Пиццебой я уже не помню. Слышь, мы влезо брали. И это вот, ну, где-то, наверное, года полтора назад появилась пицца. Пицца со вкусом пива. Пиво со вкусом пиццы, ну и вот, типа, вот все вот эти вот ответвления, и получалось так прикольно, нам очень нравилось это раньше. Да, ну, томата газе мне всегда очень нравился, не считая фубриверс, который вот эта зависимость, острая зависимость, где вот этот гаспачо в банке, но нет, там история не пропива, здесь более-менее оно хоть цвет пивного. Цвет пивного, я согласен. На запах копчености. Копчености, колбаски такие конкретные. И базилик, чуть знаешь, вот в орегано, вот эти специи, которые посыпают, пиццулечку. Да, базилик немножко кислинки такой помидорный. Великая, блин. Репушка. Вот небольшая, небольшая стринка, астринка в конце идеально вообще вписано. Как раз для тех, кто там любит томата газе ход и типа экстра ходедишен, это совсем перебор, даже для меня. Здесь оно сразу уходит. Реально ходит, вписывается просто вот. Это очень круто. Это очень круто. И мне кажется, есть пиццу и запивать пиццу и был бы прикольнее. С двух рук. Да, да. Интересно, еще слоноватость такая приятная присутствует. Угу. То есть, вот по сладости, еще чуть-чуть все-таки можно расчехлить солдовую сладость. Мне раньше, когда я брал, наверное, может быть год назад, мне казалось, что тогда вот перчинки, вот этой астринки, было в разы меньше. Сейчас ее докрутили. Она сейчас, прям знаешь, это вот можно использовать как аперитив. Или аппетайзер, я уже не знаю, как это интерпретировать. Вот. Острота, она вызывает, ты знаешь, такое небольшое чувство голода. Ты бы что-нибудь... У меня профессионал вырабатывается. Ты бы что-нибудь, знаешь, закинул какой-нибудь снэк или что-то еще. Да-да-да, согласен, согласен. То есть, если у вас, вы, дорогой подписчик, мучаетесь пропажей аппетита, вот просто начните свой день с пицца-тайм. Кушать захочется очень быстро. Это действительно так есть такая тема. Ну, я не знаю, что тут еще сказать. Розлив 24-го, 06-го, 20-го, ну, сколько уже получается? Ой, уже, уже получается месяцы, правильно? Ну, да. Ну, вполне очень круто. Сколько она стоила? Ты не помнишь? Пицца-тайм я первую купил. Пицца-тайм была с этим, с оушен, нет, не с оушен, с электрокатом. И это все стоило 50 рублей. Ну, 260 рублей, как они заявляли на своем сайте, в принципе, 260 рублей вполне год. А, кстати, моя бомбежка не закончена. Я тут, значит, мы, как, у нас в Санкт-Петербурге коварня, на самом деле, достаточно уже раскрученная в своих кругах. Есть определенные фанаты и любители. И если три дня назад в Инстаграме в один магазин запостил, что и вот вся линейка есть в наличии, то сейчас, естественно, спустя три дня уже ее нету. Ну, какие-то позиции, три позиции, просто разобрали все. Это про то, что я приехал и не было ничего. Да, да. Значит, все кончилось. И тут я зашел в тапок погуглить, что же, где же продается-то. И честно сказать, ну, я смотрю первый бар, который вот ближе всего ко мне, я открываю этот бар, я просто охренел. Там продают, вот, чтобы ты понимал, томатогазе, сальникова, салтенс, стоит 340 рублей. За салтенс 340 рублей. За томатогазе, который там в Мирбери можно купить за 220. 220 он там, стоил 230 может быть. И я думаю, ну, я понимаю, что сейчас всем плохо, да, всех недостаток денежных средств, но... Ну, типа, плохо всем. Покупателям тоже плохо. Да. Просто к сожалению. Они не помогут к вам, типа, брать за любые деньги томатогазе от сальникова. Ну, никак. Это так не работает. Ну, это лихо, конечно, накинули. 260, оно этих денег стоит. Однозначно. Однозначно стоит. И если, там, не знаю, я буду постоянно видеть на полках магазинов, я ее буду брать. Это очень классно, именно с точки зрения разнообразить, вот, пивно вечер какой-то. Да, это такая какая-то загородная, может быть, штука, мне так кажется. Она такая и свежая, и остренькая, и копчености. По шашлыку. Типа, копченое запить копченым и заесть копченым. Я бы шашлыком с шашлыком, с аджичкой, пицца тайм, вообще идеально. Не, это прям очень вкусно. Это очень круто, и ребята молодцы, я не представляю, как это делается. Я бронирую остаток этой банки на после выпуска за собой. Ты что? Я ввожу новые правила. Можно оставить бронь, я бронирую это за собой, это очень. Блин, я так соскучился по томатогазе, вот, по всем этим штукам, блин. И вот у Фоб Риверс была вот, острая зависимость. Ну, ты пьешь, ну, типа, она прям тягучая, ты наедаешься сразу, и вторую банку ты не осилишь. Эту я бы вторую банку спокойно изичку выпил. Да, да, да. Сейчас вот немножко, знаете, что чувствую? Побольше выпил, у меня появляется более продолжительная острота во рту. Да. Не то, что во рту, она уже где-то у тебя в горле согревается. Рецепторы уже чуть-чуть, знаешь, подпривыкли, и эта горечь уже не так резко, ой, острота не так резко бьет. Она прям нежная и более продолжительная, и очень обволакивает все, но приятно обволакивает. Я бы даже сказал, что она меня уже изнутри как-то согревает, вот, из желудка прямо. На копчености просто идеально вписано. Копчености прям просто кушечные. Но осторожней тот, кто вообще не переносит острое, это не подходит. То есть тот, для кого не то, что даже табаско или халапеньо, некоторым, ну, типа, даже черный перец, вот этот, знаешь, молотый. Островат бывает. Островат бывает, вот это лучше не пробовать. Ну, да, да, тут подходит. Причем, я так понимаю, здесь нет никакой информации про остроту вообще. Типа по сковелю. По сковелю здесь. Слушай, ну, мне напоминает, Вероника, у нас в Пушкине есть пицца у на момента. И вот заказываешь пиццу Яролаш, там она со всевозможными копченостями, просто все накидано. Туда вот все это забрызгиваешь штабаско и закидываешь халапеньо, просто вот то же самое получается. Великолепно. Мне нравится. Вкусно, лайк, 4,25 в тапке, мое мнение. 4,25 поддерживаю очень-очень хорошо. Так, следующее у нас, это Ocean Planet. Это у нас, опять же, газешка. С арбузом и огурцом. Очень крутой дизайн. Тут подводник, который держит в руках капсулу, в которой плавают огурцы. Опять же, на дне тут якобы в пучине кусочки арбуза. Иллюстратору, опять же, отдельный респект. Невероятно красиво все нарисовано. Значит, газешечка. 6,5 по алкоголю, 16 плата, начальная плотность. И действие бью по горечи. Саботаж. По-моему, всего прочего, соль туда добавляется морская. Ну, интересно. Почему? Ну, что, типа не водой? А, ну, именно. Ну, я думаю, что, ну, не знаю. О, цвет, кстати, интересный. Слушай, я рассчитывал увидеть... Я просто делал огуречно-лаймовый саур. И у меня... Не лаймовый, а с лемонграссом. И у меня из-за большого количества свежего огурца, добавленного на вторичное брожение, у меня появился профиль арбузный. Потому что они по вкусу, на самом деле, очень смежные по себе продукты. Цвет очень красивый. Слушай, неужели у нас выпуск будет, где мы не будем ничего посирать? Не считая эфа. Запах вообще просто вау. Это чертов баблгам. Да, да, баблгам. И цвет, он такой типа граничащий между персиковым и малиновым. И прям это круто. И запах... Слушай, а у меня как улит плавает. У меня прям говно плавает. Ну, какие-то ошметки, да, у тебя плавают. Да, ошметок, почему-то много. Слушайте, запах очень интересный. Здесь реально расчехляется. И такой какой-то свежий огурец. И сладкий какой-то арбуз. В какую-то реально сваливается жвачку детскую. Арбуз. И профиль газешки. То есть кислотность в балансе с соленостью. Естественно, солоды здесь вообще даже и не звучало нигде. Никто не звонил ему. Вот. Это очень вкусно. Слушай, я бронирую эту тоже банку. Я бронирую все. Я тогда бронирую это. Нит. Нет, нит. Это реально круто. Особенно на контрасте после острого пиццетайма. Для меня острого. Для меня это прям глоток свежего воздуха. Я бы одно другим запивал бы. Да, да, да. Это реально круто. И из-за кислотности. Вот этой арбузной какой-то. Очень много слюны тоже вырабатывается. Держится, мне кажется, еще и слюной наемся. Они все розовиты в один день. Кроме вот этой. Она на день раньше. То есть 24 на 6, 24 на 6, 24 на 6, 24 на 6, 23 на 6. Вот это. Выбилось. А я уже просто на тебя смотрел еще. Просто я так внимательно наблюдал за моим пальцем. Я ожидал хоть какое-то действие еще дополнительное. Блин, ну просто пушка. Вообще нечего сказать даже. Немножко слоновато арбуз и на... Слушай, а ты не слышал, что оказывается есть консервированный арбуз? Слышал, но даже не... Я слышал, что мне не пробовал. Мне кажется, он должен быть именно таким. Не он должен быть таким, а вот тот сок, в котором он находится. Как знаешь, после ананасиков вот этих... А интересно, вы считаете рассол целебным с утра? Вот не уверен. Думаю, что слышал рассол. Но великолепный, великолепный напиток. Сколько он стоил? Тоже 260? Ань. Он стоил больше трешки. Ocean Planet, это вот Ocean Planet я покупал. и T-Rex. Они вместе вышли под 650 или даже 690. Что-то такое. То есть по 350 рублей? Больше? По 350 рублей, да. Ну, 350 рублей за... Но это бар. Мы покупали его в баре, потому что я в три места заехал. Мы не могли собрать, как бы, вот всю коллекцию за раз. Ocean Planet прям даже чокнулся. Это стоит того с лета. Это круто. Ну и дальше. Начинаем. Ирки. Да. И пашкой. Значит, T-Rex. Он был у нас на обзоре. Я ему поставил честную троечку тогда. Может быть, сейчас это будет получше. Свежая Ирка все-таки, ну, ей месяц всего. 7 по алкоголю. 16 платок, 44 IBU. В чем месяц, если она в конце июня разлита? 24 ночи стоит. 24 ночи стоит? Меньше месяца. Ты чего? Сегодня какое число? У меня день сурка, у меня все одно и то же. Сейчас пятая. А, да? Здесь что, две недели все? Да. Ну и хорошо. Ну и хорошо, значит, нам-то лучше. Да я реально живу уже в своем, знаешь, в своем мире. Я встаю, открываю ноутбук, работаю. Закрываю ноутбук, ложусь спать. И так каждый день уже третий месяц. Я уже не замечаю, что где-то. Больше, конечно, не третий, по-моему, четвертый. Ну, вот, поэтому тяжко-тяжко это дается мне. Что Т-Rex? Т-Rex, слушай, там с хамерами очень сложный замут, я читал. Там криол, пылиновая пыльца, вот это вот все. Пылиновая пыльца, да. Амарилла, по-моему. Амарилла точно было, что-то еще было. Там цитром... А, нет, на горечь амарилла пошла, симка цитромозаик. Мне кажется, стандартная классика, не знаю уже. Ну вот запах мне опять не нравится. Слушай, запах, да, на фоне как бы предыдущих штук, которые сразу просто вау, здесь, ну как бы... Да нет, здесь запах очень сдержанный. И Ирку ты бы хотел бы видеть более ароматный. Согласен. Ну, не такую, конечно, никак не Вингу, что там хмель бьет в соседней комнате, еще запах будет стоять. Причем она не претендует даже на сессионку, она претендует прямо на что-то более, мне кажется, жирное. Ну, 7 по алкоголю, 7 по алкоголю. Она должна быть более-менее такое, самостоятельное уже. Но запах мне, ну, все равно не нравится. Я чувствую какие-то вот носочки или что-то такое. Как-то картонаж. Не хватает запаха, можно было более сильнее сухоохмелить, и все было бы хорошо. Ну и вот, вот. Вода, солода нет. Вода и плоская горечь. Блин, вот так хорошо начинали. Я думал, что бомбить не будем. Плохо с хмелем, плохо с хмелем. Нету сол, да реально вода. Ну, можно сделать, было, допустим, допилить какую-нибудь руибку, там, карамели туда чуть-чуть докрутить, чтобы сладость ограничила с горечью, но... И мне не хватает реально того, чтобы более сухая была. Да, по мне так и так сухо, у меня прям... Мне нет. Горечь прямо, она типа супер. Она вот вода, потом сразу горечь, и больше ничего, но Ирк... Нет, к сожалению, нет. Хотелось бы, чтобы в этом выпуске были только положительные отзывы, но нет. Вот что в прошлый раз в пенопаке было, что в этот раз тирек сыпа. Тройку-то поставил, да, в прошлый раз? Да, тройку, и мне не хватает. Сейчас-то тройка, к сожалению, и остается. Мне не хватает. Аромат, он достаточно пустоват. Это такой чуть-чуть полежавший хмель. Картон, да. Картон, да, и какие-то вялые цветочки. А во вкусе это вода, которая... Ну, опять же, мы сейчас сравним по прошлому. Ну, у нас в рту еще остренька от этого. Тут, значит, сладость от арбузика. Арбузика, а тут сразу водичка, которую вообще, в принципе, ну, солдую я не чувствую. Да просто там, короче, тирекс. Он и делал тирекс, он маленькая лапка себе вот так вот накрошил туда. Солдом, карамельки. И все. Но на горе сюда добавили много. 44 обью. Они прям резкие, сухие. Такие очень сильная горечь. Сухая, как будто вот полежавшей травы. Мне она прям... Но, к сожалению, я не бронирую эту банку, я даю тебе. После выпуска ты выпьешь спокойненько. Попей кеки, да? Ну, вот. Мне добавить больше, в принципе, нечего. Мне тоже. Обидно, обидно. Пустовато и неинтересно. Учитывая, что они... Слушай, ну, вот из ученого того, что там свежая ипка. Ну, две недели, ну. По-нашему, ничего не могло еще случиться. Да, да. Ну, слушай. Ну, нет, так нет. Не сложилось. У нас есть следующее. Джуси иппа. Может быть, там будет... Может быть. Конкретное что-то. Блин, вот первые два сорта просто... Вау. Друзья, значит, продолжаем наш обзорчик. Это пиво Электрокэт. Электрическая кошка. Тут изображена металлическая такая штука, где кошка. Которую бьет молния. Да. Короче, как обычная кислота какая-то. Джуси иппа. 8 по алкоголю, 19 плат, 35 IBU. Суха хмелена с симком, мозаиком и цитрой. А на горечь и на все остальное на вкус добавлено амморилла, цитра и центенеал. Вот. Надеюсь, что она будет интереснее, чем T-Rex. Вот. Не знаю. Ой. Ой-ой-ой. Цвет вообще красивенький. 23-е 06-е. 23 июня. Ему также две недели. Ой, запах какой. Запах у меня чистые тропики. Тропики мне чем-то немножко дают с жареными семечками. Чисто полузгать. Ну да. Нет, все пропало. Это какое-то... У меня чистые тропики плюс мочнистость. Мочнистость, мне кажется, там читанули. Ну что-то есть такое. Ну про свет вообще не... Ну да, как обычно. Цвет даже не назвать, что это за цвет. Это какой-то пастельный бежевый. Даже нет. Пастельный бежевый? Слушай, ну цвет не ипкий. Что-то плавает. И вот подушечку. Что-то плавало. Не, вкусный запах, да, вот если откинуть мочнистость небольшую. Вкус. Это цитрусы. Небольшая, может быть, такая хвойная составляющая. Но опять же мочнистость. Сладость есть, солдовости нет. И все это сваривается в сухую горечь, но горечь... Быстро уходит. Горечь хорошая. Быстро уходит, но хотелось бы подобрать мне, чтобы будет гибко. Она, ну, типа... Более горькая? Более... Чуть буквально допилить. Вот сколько здесь? 35 я бью. До 40. Вот до 44 как Т-рекс. И будет просто в идеале. И при этом, чтобы так же она типа быстро у тебя разваливалась во рту и не оставалась продолжительной горечью. И чуть-чуть убрать этот чит с мукой. Потому что он прям явный. Влажная мука... Я так понимаю, что это вообще must-have использование муки в НИИБО? Это читерство. Это не... Такого не должно быть. Есть разные способы замутнения. Но опять же, ну блин... Знаешь, какой самый классный способ замутнения? Уметь делать хороший вермонт. То есть... Благо нет каких-то хоббернов и всего остального. Хоббернов нету, да. Никакой там посторонки, еще чего-то. Все окей, в принципе. Вот даже несмотря на эти недостатки. Но на контрасте, сравнивая цену, за эти бабки, естественно, заговор. Опять же, это вопрос не к производителю, это вопрос к продавцу. Ну да. Есть заговор, есть штамм. Да, кстати, я не сказал. Вот меня бомбило. Та серия штамм, заговор и Wild Flap называлась Consider Me. Гвиз. И дальше там, типа, бетонка с черникой, там, tropical fruit. Короче, это про то, что я бомбил, что я купил Wild Flap. Если кому интересно, если кто находится, допустим, в Москве, в Петербурге было всего три кеги, и больше этого не будет. Это бочковая серия была. То есть это супер такой лимит, за которого пришлось, в принципе, и заплатить много денег. Но тот, кто в Москве, посмотрите в Антабте, где можно достать, попробуйте обязательно. Я рекомендую очень Consider Me от штамма. Это мой топ, я поставил ему 4,50 вроде бы. А было-то вкусно вообще вот то, что ты купил за две тысячи рублей в банке? Слушай, да, это было необычно очень. Это представь, что у тебя вот что-то типа электро от FFF. Ну, то есть это максимально насыщенное пюрешками, фруктовыми пиво. Но при этом у тебя есть еще лакта, который очень сильно кислит. Она прям максимально кислая. И там еще есть другая биота, которая делает это пиво не просто, знаешь, типа кисленько, а прям такое максимальное. Вот если черника, это представь, что ты черники не вот столько себе в рот сыпал, а экскаватором насыпал в рот. Там просто концентрация вкуса за счет вот этой биоты. Все просто раскрывалось охренительно. Но это дорого. Ну, это просто дорого. Типа Мариэш Парфе. Каждая банка стоит, как Мариэш Парфе 0,75. Не стоит оно того. Но вот штамм я рекомендую. Вернемся к джусике. Дорого, да. Проходничок. Проходничок. Это приемлемо, но это проходничок. Мука. Мука мне не нравится. К сожалению, не проходит. Если найти его за 250 рублей, то как бы... Ну, окей. А, ну, собственно, она только стоила. Нет, мука. Там чуть дороже. Я надеюсь, что шум дождя у нас не будет. Слышим? Мука не нравится. И мучнистая вот эта вот вязкость какая-то во рту. Не хмелевая. Мне не нравится. Да, кстати, вот мне тоже кажется, что хмель очень плохо раскрывается. И в запахе, и во вкусе. Хотя его здесь, извини меня, сколько? Шесть. Чего? Хмеля. Ну, три на вкус. И три на горечь. Нет, три вкус... Горечь, вкус, аромат. В основном цикл варки добавлено три вида. И на сухое хмеление еще три. На вкус это амарилла, сентенелла и цитра. И на хобган, скорее всего, добавили симка, мозаика и цитра. Нет. Я вот сейчас последний глоток сделал. Не стоит он того. Попробовать можно раз. Ребята, если вы из саботажа делаете вот Lost Planet всю серию, там, потому что я посмотрел по Антаб, то у них еще Lost Planet целая серия всяких газешек. Да, да, я тоже видел. Делайте вот это, делайте Pizza Time, это у вас выходит просто охренительно. И сделайте хорошую West Coast Ирку. А, и у них была классная коллаборация, кстати, Хэйзи Кёльш. Ты ее пил? Заговор. Да, Хэйзи Кёльш мне очень понравился. Заговор с саботажем. Ты еще говорил мне, что что-то непонятно. Странный стиль. Да, офигенно же просто. Ты попробуй, как это вкусно. Очень странный стиль. Да, это не круто. Уже есть мемасик. В интернете ходит Pastry Pilsner. Pastry Pilsner. Это дичь. Я бы попробовал. Это дичь. Ну что, завершаем наш выпуск. Называется Милкий Бой. Молочный стаут у нас. Молочный мальчик. Только я не понял, кто это нарисован, отсылка к кому это. Ну типа батя бьет пацана. Отсылка Молочный мальчик. Брю от Дай на моторолюбе написано. Значит, это Молочный стаут. Это 7 по алкоголю, 18 платы, 15 и бью. Читаю уже буквально как это, новостную ленту на первом канале. Так. Что-то пытается здесь. Пытается сбежать. Вытечь. Но мы не дадим. Не знаю даже, что ожидать. От Молочного стаута. Последний раз я Молочный стауту не помню, как я пил. Цвет хорош. Вода, солод ячменный, солод пшеничный, лактоза, хмель, дрожжи. Зачем в Молочном стауте лактозу? Можно что-то так запилить. Слушай, интересный запах. Такой кофе со сливками. Да. Реально кофе со сливками. Кофе со сливками и небольшая кислинка, и практически не сладкий запах. Практически не сладкий. Цвет такой, на самом деле, не совсем-то стаута, а какой-то такой между браун и элем и стаутом. Что-то среднее. Желночка в запахе, молочность в запахе, некая сливочность. Вкус водяницто-сладко. Горечь небольшая от жонки. Женочка есть, жены сладок. Типа вот очень мало крапальнули горького шоколада. Опять же, лактоза сделал свое дело. Ну, ну, 3,75 просто и все. Прохладничок тоже. Мне не очень понравилось. Довольно водянисто. Слушай, водянисто при этом, ну, когда с ним алкоголь, ты рассчитываешь, что уже будет что-то такое полужирное. Да. А тут... Не допилили, как будто не допилили. Может быть, задумка такая сделать, вот молочный стаут. Так, а почему он на цвет? По мне, на цвет он как между брауном и стаутом. Ну, цвет не такой темный. Вот я и говорил, как будто не допиленный. Как будто так и задуманный. Запах, вот запах очень хороший, мне нравится. Вкус, он... Солодовой истории там нет. Там вот эта вот вся лактозная составляющая, она перебивает. Лактозная и от жженых солодов она перебивает очень сильно. У меня сейчас, смотри, пересвет такой, что у меня пол лица просто засвечено. У нас дождь идет, и солнце вышло. Ну, слушай, такой запах, да, реально запах не соответствует вкусу. Запах прям... Сладко, очень сладко за счет лактозы. И очень много, мне кажется, здесь. Не хватает карамельного солода, не хватает чуть-чуть жженого солода. Только жженого не... Не... Какого-нибудь обычного, а спешла. То есть шоколада не хватает какого-то. Более насыщенного, потому что с семьей алкоголем можно было бы замутить более жирную штуку. Согласен. Согласен. Это вот, знаете, вот если вы хотите себе замутить какую-нибудь небольшую там дегустацию из пяти разных стаутов, это вот с этого надо начинать. То есть самый слабенький, самый такой сладенький, самый простенький. И дальше вы уже повышаете до более сложных штук. Там типа и фаундерс. Знаешь, это вот такой как бы самый-самый-самый дешевый шоколад. Как будто база вообще. Просто базовая штука. Вот сверху на эту базу можно накинуть всего, много интересного, уменьшить лактозу и будет вкус. Типа в мире стенобаскетбординга это мини-лого. Я думаю, что никто не поймет это, ну ладно. Но из-за этого вот к этим двум штукам вопросов вообще не имеется. К Ирке уже сказано, что это странная штука. Можно было и вкус, и аромат полностью допилить. Джусик убрать муку, а Милк стал допилить посолду. Было бы вообще великолепно, было бы вкусно и отлично. У нас муки пытаются сесть на это пластиковое дерево. Съесть пыльцу не получается. Вот как бы так получилось. И начали прям просто максимально хорошо. Да. Надо было их напоследок оставлять, чтобы такие вау. Но что-то свалилось все это. Ну и значит так надо. Дело в том, что, ну все-таки, может быть, стоило бы снять вообще какую-то отдельную штуку про, ну вот такие темы. Те вот пицца Тайм, Опшен Планет. И вот всякие фруктовые какие-то вещи насыщенные, яркие, такие летние, вкусные. Да, напишите, если вы хотите, чтобы мы сделали обзор чисто на томатные газашки. Или там, не знаю, на газашки с фруктами там с определенными. Может быть, кому-то такой контент будет полезен, может быть, кому-то он зайдет, не знаю. Сравнить все газашки и типа выявить лучшую. И причем сделать это все вслепую. Фу, вот это круто. Да. Типа спешл по газашкам. Ну спешл просто у нас перед нами куча образцов, мы пробуем, выявляем и сделаем рейтинг. Да, как вариант. Ну реально, вот эти вот штуки, они настолько подавляют вообще все остальное. Да, они затмили. Ты начинаешь с самого крутого. Это то же самое, что ты покатался на Lamborghini и Rolls-Royce, и потом тебе дают жигули. Вот тебе Lada Granta. Какой, ехай. Не, вот это Lada Granta, а вот это шестерка, T-Rex. Ну, в целом, конечно, интересно, это все можно пить, и это в принципе даже как бы... Слишком водянисто он там, очень водянисто сейчас там. Ну, и мы-то знаем с вами, друзья, что я зарезервировал за собой две эти баночки. Ты, конечно, умудрился четенько зарезервировать. Ну ладно, мелкий бой, в принципе, я бы попил. Мне он нравится. Между прочим, во всех пяти банках идеально скрыт алкоголь. Да. Вот вообще его не чувствуется. Вот просто его нету. Он только... Ты закончил свой обзор? Он весь тут. Закончил свой обзор? Да. В общем, друзья, ставьте лайкосы, подписывайтесь на канал. Кому понравился контент, палец вверх. Кому не понравился, тоже палец вверх. Вот. Так мы будем знать, что хейтеров больше. Как минимум. Как минимум. Это вкусное пивко обязательно попробуйте. Я лично рекомендую вот эти две вещи. Ну, всю серию Lost Planet. Ocean Planet. Ну, у них серия называется вроде Ocean Planet, да? Ну. Ocean Planet. Да. Вот. И представим, попробуйте T-Rex. Электрокар. Короче, Ипка, Джусипка и Милкстаут есть варианты поинтереснее. Тем более за эти же деньги, либо плюс-минус, там, даже дешевле, наверное. Это все вина, на самом деле, продажников. Я уверен, что вход по этому пиву 150-180 рублей в заведение и, типа, подавать по 350. Ну, короче. Саботаж, напишите нам, за сколько вы продаете ритейлером это все дело. Да и в целом, нам было бы интересно услышать ваше мнение на обзорчик. Вот. А с вами был канал Пиво Головного Мозга. Витя и Артем. Да. И мы вещали специально для вас, страдали и выбирали лучшее пиво среди этой пивоварни. Пока-пока. Чао. Аб приятные поедущ 2024. И на нем Darulон 0 527. Как-п乾燥? У вас была эта ясная корändig. Продолжение следует...